Отделение переливания крови для доноров открыто по будням, во вторник и четверг, но для тех, кто много работает, проводятся субботы доноров. В этот раз на кроводаче были как новички, так и те, у кого число донаций превысило сотню. Задача, которая стоит перед коллективом, это обеспечить Одинцовский район компонентами крови. Лечебные учреждения Министерства здравоохранения Московской области, это наша Одинцовская центральная районная больница, это Одинцовская районная больница номер 2, Перхушково, и в Никольской это районная больница номер 3. Ну, по мере возможности помогаем коллегам из других районов, когда возникает у кого-то дефицит, нам тоже помогают, но, похвастаю, наверное, нескромно, мы даем больше, чем просим помощи в других районах. Братья Синюковы любовь к донорству впитали вместе с молоком матери. Суммарное количество донаций Владимира и Сергея уже больше 150. У нас мама, зачинатель этого дела, вот, я еще помню, мы жили в деревне, и мама сдавала кровь. У меня маленький был, у меня как-то, был у меня домек, а вот все, те истоки пошли от нее, они передались нам. И, вы знаете, сдаешь кровь, помогаешь людям, трудные моменты в жизни как-то. Это движение активно поддержал и сын Сергея Александр. Пока на его счету 10 донаций, но останавливаться молодой человек не намерен, ведь его кровь может быть жизненно необходима другому человеку. Каждый в своей жизни рано или поздно задумывается о том, что сделали что-то полезное, что-то правильное. Ну вот и на примере отца. Какое-то время даже хотел просто угодить. Потом, приезжая сюда, в этот пункт реливания крови, общаясь с начальником этого пункта, с персоналом, постепенно понимая, что это действительно нужное дело, что крови не хватает, постепенно-постепенно стал узнавать об этом и, само собой, выводы. Больше сотни донаций на счету Сергея Синюкова. Почетный донор признается, что уже не может иначе. Прийти и сдать кровь – это привычное дело. После кроводачи я себя чувствую, у меня поднимается тонус, такое впечатление, вроде как на земле летаешь, сандалий или обувь какая-то на воздушной подушке. То бишь повышается жизненный тонус. Нормально себя чувствую, все хорошо. Так что советую людям тоже заняться сдачей крови. Будут себя чувствовать очень-очень даже себе хорошо. Чтобы стать донором, нужно не только иметь богатырское здоровье, но и пройти этап исследований. И вот здесь порой случаются неожиданности. Но в этот раз все, кто решил сдать кровь, были допущены до донации. Это уже второй раз. Возможно, кому-то будет оказана помощь, и я помогу своей капелькой в большом деле. Запасы лечебного учреждения пополнены. Это значит, что отделение готово в короткий срок предоставить кровь и ее компоненты тем, кто в ней нуждается. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.